Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog. Сегодня мой гость снова Виталий. В прошлом видео, в выпуске мы говорили о том, о его пути начальном, об учебе в MIT, о том, о том, о том пути работы в корпорациях и о несостоявшейся сделке с Google по продаже твоего стартапа или идеи. Ну а сегодня мы будем говорить на не менее интересные темы, я их немножко обрисую. Это уже удачная продажа стартапа Google, а также твоя работа в компании Pinterest. Вот, значит, мы в прошлом видео остановились на том, что была идея, была она интересной, но продажи по определенным причинам не состоялась. И ты решаешь, что нужно уйти из компании для того, чтобы создавать свой бизнес, свой стартап, реализовать свою идею. Вопрос у меня возникает следующий в связи с этим. Ты работал в корпорации, где, как ты говорил, у тебя достаточно был большой пакет акций. У тебя было насиженное место, ты всех знал в этом офисе, все было хорошо. Как тебе далось это решение уйти из компании? То есть оно якобы явно не удалось легко, не далось легко. Потому что на тот момент я был в бостонском офисе еще. И так я туда пришел, когда там как бы больше почти никого не было. Получалось, что я там знал абсолютно всех. То есть к тому моменту офис уже был там порядка 300-400 человек. Но я знал всех, все знали меня. Мне очень нравилось там работать. Как бы MIT был прямо там рядом. И Бостон это таки мой самый любимый город. И в общем-то все складывалось очень даже замечательно. Но в какой-то момент я получил грин-карту и стал полностью свободным человеком в плане именно там поиска работы. И решил сам для себя, что, наверное, вот сейчас, на тот момент, это было самое хорошее время для того, чтобы попробовать что-то новое. Потому что, то есть, грубо говоря, если как бы не сейчас, то когда? И мне на самом деле очень не хотелось уходить из Гугла, потому что, опять-таки, классная компания, и мне там все очень нравилось. Но я решил, что в Гугле я смогу работать в случае чего и позже. А вот именно такая возможность, когда у тебя есть какое-то время, какие-то деньги, вот построить что-то свое, она, ну, на самом деле довольно уникальная. Потому что, если у тебя семья, то часто приоритеты другие. Если ты работаешь в большой компании, то компании как бы часто делают очень сложную вот саму попытку ухода, потому что ты приходишь к своему менеджеру, который у меня был замечательный, и говоришь ему так и так, я ухожу. А он говорит, а что мы можем сделать для того, чтобы ты остался? И да, вот, и получается, что уходить было сложно, но, с другой стороны, мне всегда хотелось попробовать, вот, по-настоящему сделать что-то свое. И я решил, что оно того стоит. Потому что, как бы, я стараюсь, в принципе, минимизировать количество каких-то сожалений. И мне совсем не хотелось, чтобы там, в преклонном возрасте я думал о каких-то вещах, которые я мог бы попробовать, но не сделал. То есть, по мне, лучше попытаться, и пусть не получится, там, вынести из этого какие-то уроки, но, по крайней мере, знать, вот, как оно на самом деле работает. То есть, и главное, попытаться. Да, поэтому я все-таки принял решение, что я ухожу. И так уж получилось. Изначально я не планировал переезжать в Бэй-эре, но у меня заканчивался Лиза в Бостоне. Я подумал, что, ну, раз уж я собираюсь, как бы, строить компанию, Бостон — это мое любимое место, но почему бы не перебраться вот куда-нибудь в Бэй-эре, где больше инвесторов, как бы, больше людей. Я тут многих знал, и часто сюда приезжал, поэтому для меня это, как бы, не был такой вот, ну, совсем большой переезд. Я приехал буквально за субботу-воскресенье, нашел место, где я мог бы жить, и в течение следующих трех дней переправил, как бы, все свои вещи. То есть, они еще долго ехали, но, как бы, перебрался вот в Сан-Франциско. Как выглядело твое расписание? Что ты делал после того, как ты ушел из Google? В самом начале меня очень беспокоило, вот, беспокоил сам факт, а смогу ли я работать вот в небольшой компании? Потому что одно дело, когда ты, как бы, знаешь, что у тебя есть менеджеры, что так или иначе, там, люди ожидают, что ты будешь в офисе, ну, в Google, может быть, там, не с девяти, а когда получится, но в какой-то момент ты будешь в офисе. И я не знал, смогу ли я, допустим, вот, заставить себя работать так вот изо дня в день над каким-то проектом, хотя я, как бы, представлял, что это будет очень много работы. Но на практике, как это ни странно, довольно мало изменилось для меня вот с переходом, с этим переходом из Google в, как бы, свой стартап, потому что, так или иначе, это какая-то работа, она довольно интересная. То, что меняется, это то, что тебе приходится решать какие-то задачи, которые ты бы не решал, допустим, находясь в большой компании. Но, в принципе, ты воспринимаешь это, вот, как работу, и ты ее делаешь. Единственная разница это то, что если, там, в Google ты все-таки, там, в 6-7 часов вечера уходишь и забываешь про то, что ты делал, если это твоя компания, то ты думаешь о том, что ты делаешь, как бы, 24 часа в сутки. Еще одна, как бы, необычная вещь, которую я заметил, это то, что, в принципе, вот, когда ты занимаешься каким-то своим проектом, и ты за него отвечаешь от начала до конца, это большая ответственность, и на самом деле это довольно, как бы, стрессовая ситуация. Особенно это, вот, было заметно, наверное, первые несколько месяцев, потому что изо дня в день мое настроение менялось на 180 градусов, то есть, там, один день у тебя все получается, и ты думаешь, что все, мир наш, а, как бы, другой день все, наоборот, как бы, рушится, и ты думаешь, что, как бы, ничего никогда не получится, и все это была очень плохая идея. Причем это, как бы, происходило, вот, буквально, ну, по календарю, то есть, я мог заранее себе сказать, что у меня, там, среда и пятница будут хорошие дни, а вот то, что посредине не очень. И это продолжалось, на самом деле, довольно долго, то есть, там, порядка двух месяцев, прежде чем, вот, я как-то успокоился, просто, на самом деле, одно, когда ты себе говоришь, что, ну, ничего не получится и не получится, но, так или иначе, я не знаю, может быть, особенно потому, что, как бы, ты привык существовать в каком-то обществе, где, ну, как бы, успех ценится гораздо больше, чем какая-то неудача, но тебе очень-очень хочется, чтобы получилось, и это, так или иначе, вот, ставит тебя в какую-то такую стрессовую ситуацию. Ну, а в конце концов, как бы, к этому привыкаешь и начинаешь смотреть на вещи более спокойно. Мне кажется, что, наверное, главное, это просто помнить, зачем ты это делаешь, то есть, если ничего не изменилось вот с того момента, как ты решил, что это была хорошая идея, наверное, это хорошая идея. Ну, и тем более, как бы, мне кажется, что следует помнить, что, когда тебе кажется, что все совсем плохо, на самом деле, с большой вероятностью, все не так-то уж и плохо. Когда тебе кажется, что все, ну, просто замечательно, скорее всего, все, ну, не совсем замечательно. То есть, правда, обычно где-то посредине, просто, как бы, люди и существа эмоциональные, поэтому нам всегда, вот, кажется, все немножко хуже или немножко лучше, чем на самом деле есть. Расскажи о продукте, над которым ты работал. Когда я работал в Google, то есть, в Google я занимался самыми разными проектами, там, вот, от Android, Data Mining и поиска. И последний год, прежде чем я, собственно, ушел заниматься своим проектом, я занимался именно вопросами поиска. И на тот момент много работал с таким не очень известным проектом, как BookSearch. То есть, в какой-то момент Ларри побывал в библиотеке Конгресса, увидел все книжки и решил, что это была, будет очень замечательная идея, если Google их все отсканирует и сделает, как бы, доступными людям по всему миру. Это была очень хорошая идея, но на практике она оказалась гораздо более сложной, хотя бы потому, что, как бы, люди, которые написали книжки, обладают правами. И вопрос, можешь ли ты просто делать, вот, копию, цифровую копию книги и выставлять ее, там, где-то в интернете или давать возможность людям ее вот так вот просто искать, это, как бы, легально в серую область. Ну и плюс, также выяснилось, что на самом деле, если в интернете все работает относительно просто, у тебя есть веб-сайты, у них есть domain names, которые определяют, собственно, что это за веб-сайт, в физическом мире все гораздо более сложно. То есть, даже определить просто, какие книги существуют в мире, очень непростая задача, потому что у тебя есть разные издания разных книг в разное время, на разных языках, в таком переплете, в таком переплете, с красной обложкой, зеленой обложкой, там, издания в нескольких томах, в одном томе. Разные редакции. Да, самые разные редакции, там, с разными, там, форвардс, особенно, как бы, вот, в западной мире часто книги пересдаются с какими-то совсем небольшими отличиями. И, собственно, вот разобраться конкретно, что ты только что отсканировал, на самом деле очень сложная задача. А сканировать книжку, если она, допустим, старая, большая задача сама по себе, потому что Google сканировал много книг из разных библиотек, включая, как бы, книги, которые были написаны, там, 400-500 лет назад. Это не те книги, которые ты, вот, можешь просто, там, корешок отрубить и отсканировать с камерам страницы. Это был очень большой проект, который стоил огромное количество денег, и, на самом деле, который был не самый удачный из гугловских проектов не потому, что он не получился, а просто потому, что количество задач, которые было необходимо решить для того, чтобы, собственно, проект был успешным, был огромным. И в какой-то момент, собственно, поисковая система, которая отвечала вот за поиск книг, она по своей сложности очень мало уступала, там, всему поисковику гугла, который, вот, обрабатывал огромное количество страниц и зарабатывал компании много денег. В то время как, как раз в плане денег, BookSearch мало приносил каких-то там profits. Но BookSearch был очень интересен тем, что сама эта проблема понимания того, какие книги существуют, она являлась частным случаем технологии, которая известна обычно как Semantic Search. То есть это поиск по каким-то атрибутам и каким-то notions, как бы, вместо слов. То есть в языке каждое слово может иметь большое количество разных значений. То есть если мы говорим Eclipse, это может быть какое-то природное явление, это может быть фильм, это может быть IDE для Java-девелоперов и еще миллион разных вещей. И поэтому, когда человек набирает, допустим, в поисковике это слово, поисковик не знает конкретно, что пользователь имеет в виду. И подобная проблема существует на самом деле с огромным количеством других слов, где люди ожидают получить от поисковика то, что они ожидают, и не задумываются о том, что на самом деле их запрос зависит от какого-то контекста, которого на самом деле у поисковика нет. Для Google самое простое решение этой задачи это показать несколько вещей на первой странице, несколько результатов на первой странице, которые, как бы, предполагают разное понимание запроса. То есть, да, пусть из 10 результатов только 2 будут по-настоящему относиться к тому, что юзер имел в виду, но, по крайней мере, будет 2, а не 0. Все может работать гораздо лучше, если у тебя изначально есть понимание контекста поиска. Но для этого тебе нужно оперировать уже не словами, а, грубо говоря, каким-то образом давать возможность юзеру именно указывать контекст, скажем так, entities или notions, которые на самом деле могут в разных языках как бы представляться совсем по-разному. Самый простой способ это сделать, это когда ты, грубо говоря, даешь с самого начала юзеру какой-то disambiguation, то есть показываешь все разные значения слова Eclipse, и после этого, в зависимости от того, какое значение юзер выбирает, дальше любую информацию, которую ты ему выдаешь, ты ему выдаешь с подсказками, собственно, что из себя эта информация представляет. То есть, допустим, если ты ищешь какое-то, набираешь название фильма, ты в самом начале можешь подсказать юзеру, что ты выбираешь фильм или ты выбираешь Java ID. Если он выбирает фильм, то дальше, допустим, вся информация, которая идет по этому фильму, допустим, список актеров, может иметь другие аннотейшнс, вот типа актер. Таким образом, ты можешь, допустим, отличить Джулию Робертс актрису от, или там Эллен Пейдж актрису от Эллен Пейдж ведущую популярного шоу. Вот в подобной среде получается, что ты постоянно знаешь, что твои пользователи имеют в виду, и находишь информацию, которая, собственно, полностью отражает понимание, скажем так, контекста. То есть, из 10 результатов, все 10 относятся к тому, что юзер имеет в виду. Но построение подобного рода семантических релэйшншипс и выборка информации подобного рода это большая задача, потому что информация обычно представляется в виде текста. И поэтому заставить машину понимать разницу между различными небольшими или большими значениями одних этих же слов на самом деле очень нелегко. И наша система занималась тем, что по большому счету, опираясь на большие так называемые knowledge database из разных источников, она составляла огромный граф различного рода entities и зависимости между ними. То есть, мы могли легко по произвольному запросу, допустим, об актрисе показать те фильмы, в которых она снималась, с кем она снималась, с кем она встречалась, где эти люди работали, где они жили, какие парки были в том месте, где они жили. То есть, по большому счету, вот все зависимости между различными вещами, объектами, людьми, которые существуют, они были представлены в виде такого графа, который ты мог исследовать. И это был очень так визуально интересный способ анализа информации и как бы поиска. Для того, чтобы создать этот продукт, ты создал команду или каким образом это надо? То есть, на тот момент у меня уже было довольно много опыта именно работы с подобного рода entities и алгоритмом, который был построен на то, чтобы находить и сохранять вот всякого рода, подобного рода семантические связи в таком полуавтоматическом режиме. У меня ушло порядка года для того, чтобы, собственно, написать вот бэкэнд, который мог обрабатывать эти большие объемы информации, индексировать ее, потому что тоже был в своем роде поисковик, просто поисковик как бы другого типа. Эту часть я делал самостоятельно. В то же время у меня были друзья, которые помогали мне, допустим, с вопросами фронт-энда, с дизайном, то есть какие-то вещи я аутсорснул просто какой-то фронт-энд дизайн, исполнение. У меня было много друзей, которые имели больше опыта, допустим, с юзер-экспириенс, и я им очень благодарен, да, они работали со мной и помогали, собственно, придумать наилучший способ показа всех этих данных. А сколько понадобилось времени от момента, как ты ушел из Google и до момента продажи? Порядка полутора лет, но тут надо понять, что на самом деле вот когда проект наконец-то стал как-то работать и у нас появилось что-то, что мы могли показывать в таком не-демо-режиме, то есть в самом начале обычно у тебя есть какие-то разработки, которые ты можешь показать вот человеку, но оставлять программу наедине с человеком нельзя, потому что он быстро поймет то, что у тебя есть на сегодняшний день очень сильно ограничено, но когда у нас уже появился вот появился на самом деле уже какой-то продукт, это ушло порядка полутора лет, и мы стали его показывать, собственно, разным инвесторам и разным людям. Так получилось, то есть на тот момент мы на самом деле не собирались его продавать, то есть у меня была идея, что мы поднимем где-то на него деньги и выпустим его публично и продолжим разработку дальше. Но так получилось, что один из потенциальных инвесторов, с которым мы встретились, был в совете директоров фейсбука и рассказал о том, что он видел, и в какой-то момент я просто получил имейл, что-то это так, нам вот человек рассказывает, что у вас есть что-то интересное, не хотели бы вы прийти и показать. То есть это всегда как бы очень приятно, когда большая компания интересуется, значит, тем, что ты делаешь, особенно как бы очень большая компания, то есть ты думаешь, ага, значит, наверное, то, что ты делаешь кому-то интересно. В то же время, как бы ты не хочешь открывать все свои карты и показывать все, что у тебя есть, потому что большая компания это также потенциально большой конкурент. Но фейсбук, как бы была совсем другая область, и на самом деле в самом начале я даже не совсем себе представлял, а что именно им было интересно. Но я пришел на кампус к ним и показал демо, и выяснилось, что в фейсбуке на тот момент была функциональность такая как фейсбук пейджис. Это был очень плохой поиск, который по различного рода энтитис в основном как бы каким-то вещам из википедии показывал минимум информации. Компании хотелось, чтобы... Компании конкурировали с гуглом, и им хотелось, чтобы в фейсбуке как бы экспириенс поиска был встроен, собственно, в саму программу, для того, чтобы людям людям не надо было покидать веб-сайт для того, чтобы найти что-то интересное, может быть, социальное на сайте. И их идея заключалась в том, что вот эта технология потенциально могла бы очень хорошо работать вот с тем, что они планировали. И они предложили, собственно, компанию технологий купить, что на тот момент для нас было немножко неожиданно. Плюс фейсбук, поскольку фейсбук большая компания, дала нам ровно неделю для того, чтобы мы, значит, решили, мы продаем или нет. И, как сейчас помню, то есть неделя истекала в понедельник. Я рассказал речью из гугла, что вот так и так. Он сказал, ничего не подписывай, я тут поговорю у себя. Рич замечательный человек, если он сказал, что он что-то сделает, он обязательно сделает. Но, как бы, когда именно он это сделает, это всегда большой вопрос. Поэтому в пятницу уже под вечер я решил все-таки ему перезвонить и узнать, как, собственно, продвигаются дела в гугле по этому вопросу. и он сказал, что, как бы, да, сейчас он ответит в перезвоне через пять минут. И через пять минут я получил звонок, но уже не от речи, а от Head of M&A, то есть, как бы, Merchers and Acquisitions, собственно, дело в гугле, которое занимается покупкой компаний. И, как бы, человек у меня спросил, могу ли я прямо сейчас приехать в Mountain View, потому что ему надо через час уезжать в аэропорт и налетать в Японию, но если вопрос надо решать прямо сейчас, то ты, типа, приезжай. И я взял такси и поехал в Mountain View. Это, на самом деле, тоже какой-то трип. То есть, я туда приехал минут, наверное, за сорок пять, и у меня оставалось вот 15 минут поговорить с человеком. но он сказал, что, да, звучит очень интересно, вот, значит, моя команда, они продолжат общение, а я полетел в аэропорт, поехал в аэропорт. И следующие два-три часа я, собственно, разговаривал с M&A командой, которая в тот момент решала вопрос, собственно, когда мы должны дать ответ в Facebook, какие команды, мы думаем, наиболее были хорошие матчи в Google. Помогало то, что, как бы, я в Google работал, и поэтому приблизительно знал людей и команды, которым это было бы наиболее интересно. И, в конце концов, мы договорились о том, что на следующий день, это была суббота, в районе 11 часов утра я должен был встретиться с двумя SVPs, то есть, как бы, senior vice president в компании, которые, собственно, вот, хотели посмотреть продукт и узнать больше о технологии. И я приехал, мы с ними поговорили, я им сделал демо, много отвечал на разные вопросы, они сказали, что подумают, и я поехал обратно в Сан-Франциско, и по дороге я получил звонок, что, да, им интересно, и, как бы, у нас есть полтора дня для того, чтобы юристы решили все вопросы. И следующие полтора дня юристы с нашей стороны и юристы, собственно, из этого МНИ-офиса, они утрамбовывали вопросы цены, кто, когда будет заключать и какие вещи. То есть, это называется Letter of Intent, где компания, собственно, в данном случае Google говорит о том, что у них есть намерение купить твою компанию, но там прописываются, грубо говоря, правила игры на следующие несколько месяцев. Эти несколько месяцев обычно время, которое занимает для компании типа Google, сделать то, что называется due diligence, то есть, грубо говоря, проверить, что то, что ты им продаешь, это как бы технология, которая по-настоящему принадлежит тебе и затрагивает. И затрагивается там все вопросы от вопросов интеллектуальной собственности, вопросов о том, кто, имплейс и кто владеет правами на разные трейдмаркс, на домен, именно там список как бы из нескольких сот пунктов. и по каждому из них тебе нужно предоставить какую-то документацию или какие-то подтверждения или по крайней мере объяснить людям, что собственно они покупают. а в это время, поскольку компания в данном случае Google тратит деньги на собственно проведение вот всего этого due diligence обычно от тебя требуют, чтобы ты свою компанию в это же время не пытался продать кому-то еще. То есть Google не хочет, чтобы они потратили много денег на потенциальную покупку, а в самом конце ты сказал, что тебе не нравится и там есть другая компания, которая готова заплатить больше. Это всегда немножко хитрый момент, потому что с одной стороны ты хочешь быть честным вот как бы с людьми, с которыми ты работаешь, с которыми предлагают тебе купить, с другой стороны ты не хочешь упускать какие-то шансы, несмотря на то, что допустим там в контракте может быть указано, что ты не как бы не вправе разглашать, кто тебя собственно покупает. На практике все часто понимают собственно из тех, кто может купить, если у тебя есть вот потенциальные кваеры, то как бы их может быть относительно немного, и если особенно упомянешь, что они находятся где-нибудь в Mountain View, то варианты как бы несколько сужаются, то есть не обязательно называть имя компании для того, чтобы все прекрасно понимали о ком идет речь, и в то время мы также разговаривали с Сиквой, это большой инвестиционный фонд, Рич познакомил меня с несколькими инвесторами, потенциальными инвесторами, и у них, допустим, не было никаких сомнений с тем, кто, собственно, нас собирался покупать, но в принципе из-за того, что сама технология больше была все-таки технологией поиска и подходила куглу больше, и из-за того, что условия сделки были лучше кугла, и наверное, до какой-то степени то, что Google как компания мне всегда нравилось больше, чем Facebook, я решил, что наверное Google более хороший вариант, и поэтому где-то в 3 или в 4 часа ночи наконец-то это letter of intent было подписано, вот это с воскресенья по понедельник, и в понедельник рано утром я ответил Facebook, что там большое спасибо, но у нас другие планы. Следующие два месяца был, собственно, процесс due diligence, где Google нанял компанию, которая, собственно, занимается M&A acquisitions, и я с ними работал довольно интенсивно в течение следующих двух месяцев, отвечая на все самые разные вопросы о том, что мы делаем, вопросы по патентам, вопросы по табу заплатили ли мы все налоги, то есть на самом деле существует огромное количество разных деталей, о которых ты не думаешь, но если вариант продажи рассматривается как вариант, мой совет это сохранять любую бумажку, которая может тебе впоследствии помочь объяснить, как и на что тратились деньги, какими assets, скажем так, компания владеет, кто делал что и кто ответственен за какую работу. Я знаю, что в Америке не принято говорить о деньгах, но мои подписчики мне этого не просят, поскольку они в основном из тех стран, где собственно это один из таких самых интересных вопросов. Можешь ли ты рассказать какие-то подробности сделки, в том числе цифры? Когда большая компания покупает стартап, обычно существует несколько причин, почему покупка совершается. Одна это так называемая Эквихай, когда грубо говоря покупают людей, у которых есть экспертиза в определенной области. другой вариант это интеллектуальная собственность, то есть у компаний, особенно компаний, которые работают в каких-то интересных областях, у них очень часто защита перед большими и иногда скажем так недоброжелательными эквайрис, это какие-то патенты, трейдмаркс, то есть какие-то вещи, которые препятствуют тому, чтобы гораздо более большая компания могла вот грубо говоря просто скопировать то, что у тебя есть и пользуясь тем, что у них больше пользователей, больше ресурсов, просто начать продавать копию у твоего продукта. Для больших компаний просто копировать кого-то, если с той стороны есть патенты, это тоже большие риски, потому что если дело доходит до суда, то вариант, где большая компания съела маленькую и никак не посмотрела на их и не зауважала их интеллектуальную собственность, выглядит очень плохо, поэтому демиджи, которые начисляются, могут быть очень-очень большими, то есть компании типа Google, Apple, Microsoft часто платят демиджи с сотни миллионов долларов, если не миллиарды, и поэтому для большой компании, если ее по-настоящему интересует какая-то технология, одна из причин купить маленькую, это приобрести собственно эти патенты, которые с одной стороны помогут большой компании получить какую-то экспертизу, а с другой стороны ее в будущем защитить от каких-то других клеймс в этой области. И наконец последнее это пользователи, то есть есть компании, которые не зарабатывают никаких денег, может быть не имеют интересной технологии, но имеют большое количество пользователей, которые вот компании не покупать или хочется получить. В нашем случае у нас пользователи были наши друзья и все люди, которые потенциальные инвесторы, которые видели собственно наши демонстрации, но я долго работал в этой области и у нас было несколько патентов, которые покрывали разные аспекты семантического поиска. И поэтому когда Google покупал компанию, это были вещи, на которые они обращали больше всего внимания. И структура сделки соответственно это отражало. То есть с одной стороны Google хотелось, чтобы я остался там как можно дольше, с другой стороны их именно интересовала интеллектуальная собственность, которая у нас на тот момент уже была. Поэтому часть денег они заплатили вперед как бы как часть acquisition собственно за интеллектуальную собственность и как бы то, что мы уже создали код и грубо говоря все идеи, которые у нас вокруг этого проекта существовали. Часть они мне должны были выплачивать в течение следующих четырех лет. Они назначили тебя как зарплату отчасти. То есть есть зарплата и есть вот так называемые long time retention bonuses. это по большому счету то есть у тебя есть base salary, это вот зарплата, которую тебе платят за ту работу, которую ты делаешь. и в то же время есть какие-то выплаты, которые компания делает может быть там каждые три месяца иногда это разно бывает иногда как бы каждые полгода, каждый год для того, чтобы ты просто оставался в этой компании. Это делается из двух как бы соображений. Во-первых, пока ты остаешься в компании, ты передаешь экспертизу по проекту другим людям, что для компании очень важно, потому что если они уже заплатили много денег за определенную технологию, они хотят, чтобы кто-то еще понимал, как эта технология работает, какие с ней потенциальные проблемы, какие перспективы и как ее можно применять как бы в различных контекстах. с другой стороны получается, что компания заинтересована в твоей собственной экспертизе и поэтому хочет, чтобы ты остался там как можно дольше. То есть по деньгам я могу сказать, что вот эти ретеншн бонусы, они обычно в несколько раз превышают то, что тебе платят в качестве зарплаты. в качестве зарплаты я также могу сказать, что когда я вернулся в гугл, моя зарплата неожиданно выросла в два раза и я понял, что наверное раньше мне платили слишком мало. То есть говоря о каких-то там общих суммах, ну на самом деле да, то есть общая сумма получается, она зависела от того, как долго ты остаешься в компании и по мере того, как вот там четыре года подходят к концу, компания хочет, чтобы ты остался еще дольше. Иногда люди думают, что я получу тут сейчас какие-то деньги и сразу же уйду. На самом деле компании очень любят предлагать вот что-то дополнительное, вот как только ты там получил что-то, они говорят тебе, ну вот ты там останешься еще немножко и будет еще что-то. да, то есть может быть это как бы там месяц, может быть три, но это совсем недалеко тут. Да, и вот эти вот выплаты, они как бы сильно очень разбросаны как раз с тем, чтобы каждый раз у тебя вот перед тобой висела эта морковка, что вот ты можешь получить еще что-то дополнительное. дополнительное. Но как бы мне в Google всегда нравилось работать и вот после acquisition я там провел два года и решил уйти раньше времени, то есть я оставлял получается очень много денег скажем так вот на столе, но в то же время как бы на тот момент я был финансово как бы уже достаточно хорошо обеспеченным и независимым и я просто решил, что как бы мое время мне дороже, чем вот какие-то дополнительные деньги, которые я могу получить. да, это было сложно, потому что это были очень большие деньги и когда ты знаешь, что ты их можешь получить только потому, только благодаря тому, что ты вот грубо говоря остаешься в этой компании и тебе не надо для этого ничего особенно делать, это очень приятно, но в то же время в зависимости от того, какие у тебя цели и что тебе хотелось сделать, всегда есть какие-то другие соображения, другие варианты, поэтому в моем случае у меня появилась следующая большая идея и я решил, что опять-таки я не хочу сожалеть о том, что я ее не попробовал, да, поэтому я принял волевое решение, что я ухожу и буду заниматься чем-то дальше. Что это было? Да, то есть как бы следующая большая идея, которой я начал заниматься с моим другом, из Майкрософта, как бы с первой работы, который перебрался сюда в Байерия, это была технология, которая позволяла очень точно определять расстояние между двумя мобильными устройствами, то есть на самом деле вот местонахождение того или иного мобильного телефона, это определение местонахождения, это большая задача, потому что всегда можно использовать GPS, но во-первых, как бы есть определенные ограничения, то есть GPS не работает внутри, допустим, или там имеет точность порядка 10 метров, но главное это то, что GPS требует связи со спутниками, что быстро расходует батарейку, поэтому вот прослеживать собственно постоянно, где находится телефон пользователя очень дорого в плане как бы энергии батарейки на устройстве, и также очень неточно, то есть если ты находишься, допустим, в баре, и ты пытаешься в толпе найти своего друга, GPS тебе не особенно поможет, потому что где конкретно твой друг, телефон тебе не скажет, у нас идея была заменить проблему нахождения собственно телефона, конкретных координат, на проблему proximity, то есть определение как близко два телефона находятся друг к дружке, и у нас была интересная технология, которая позволяла нам это делать очень точно, то есть мы могли с точностью до полуметра сказать вот расстояние между двумя людьми, они находятся как бы непосредственно рядом или там между ними допустим 200 метров, что позволяло как бы открывало, скажем так, возможность для большого количества очень интересных сервисов. Допустим, самое как бы первое application, которое мы нашли, это как-то как ни странно и как ни жалко, это было просто способность автоматически делиться какими-то фотографиями, то есть когда люди делают много разных фотографий, вопрос тем, как всем получить собственно на фотке до сих пор по большому счету остается нерешенным. С помощью нашей технологии мы всегда знали, какие люди находились в непосредственной близости и поэтому мы могли фотографии автоматически делить между ними. И тогда как бы каждый получал собственно свою копию всего, что происходило там на каком-то ивенте или вот непосредственно рядом с ним. Одно из больших преимуществ как бы этой технологии также заключалось в том, что мы могли по большому счету посчитать твою историю как бы в реальном времени с любым другим пользователем за последние скажем так 10 лет. То есть там все места, где вы встречались, не места, скажем так, а вот все ивенты, грубо говоря, с этим человеком, а без того, чтобы непосредственно сохранять, где эти люди находились. То есть мы на наших серверах не держали никакой информации о местонахождении индивидуальных людей, но в то же время могли точно указать с разницей до 15 секунд, когда они в реальной жизни пересекались друг с дружкой. То есть ты мог просто подойти к человеку, дотронуться своим телефоном до его телефона, тем самым дав permission вам обоим посмотреть всю вашу историю от вашего первого знакомства до текущего момента. Это была очень классная технология, очень impressive, особенно в плане демос. Ты мог прийти к инвесторам и давал им телефон, начинал делать сам какие-то фотографии, они начинали делать какие-то фотографии автоматически на всех телефонах, это дрожалось с как бы всеми участниками вот этих events и так далее. Но проблема, с которой мы столкнулись, заключалась просто в том, что необходимо, для того, чтобы все работало, было необходимо, чтобы программа находилась на устройствах всех пользователей. и на самом деле вот убедить одного человека установить программу достаточно сложно. Убедить человека установить программу и убедить всех друзей этого человека установить программу очень-очень-очень сложно. Это маркетинг. Да, это по большому счету задача как бы маркетинга и к сожалению так получилось, что когда у нас наконец-то то есть нас заняло больше двух лет заставить продукт работать достаточно хорошо и как бы безошибочно, потому что ты тоже не хочешь случайно допустим, то есть ты хочешь допустим ограничивать расстояние между девайсами когда ты вот пользователей грубо говоря трекаешь, то есть опять-таки соображений какой-то приватности, да, то есть одно дело когда люди находятся совсем рядом и делают фотографии делиться ими нормально ты не хочешь случайным образом поделиться фотографиями с двух телефонов между которыми допустим расстояние было там 10-30 метров и которые находились в разных комнатах когда мы наконец-то все подобного рода проблемы решили уже сама идея как бы поделись каким-то приложением со своими друзьями она была не новая и такое количество applications пытались таким образом получить distribution независимости от того скажем так было ли интересно использовало ли приложение так или иначе вот эту связь что мы нашли практически невозможно просто уговорить достаточно большое количество пользователей для того чтобы они убедили своих друзей установить это приложение тоже а точнее то что мы заметили это то что человек устанавливал программу мы включали demo mode где показывали собственно как программа работает они приглашали всех своих друзей и никто не откликался и где-то в течение полугода мы очень активно самыми разными способами пытались этот продукт каким-то образом запустить но в конечном счете просто обнаружили что без большой как бы user base это было считать что невозможно и на тот момент получилось что у нас было только несколько разных опций но первым мы могли просто закрыть компанию но у нас было очень интересная технология у нас было довольно много патентов которая покрывала как бы разные аспекты у нас были понятные покупатели фейсбук и гугл и мы получили от фейсбук оффер довольно похожий к тому который я в свое время получил от гугл но фейсбук на тот момент уже имела свой аппликейшн который назывался moments и поэтому их больше интересовало как бы купить технологию и может быть когда-нибудь использовать ее вот в другом приложении которое они уже собственно строили на тот момент видимо удалить конкурентов поэтому да то есть как бы они не собирались то есть они уже слишком много инвестировали в существующий продукт поэтому для них это была больше игра на то что вы приходите к нам работать мы с удовольствием купим ваши патенты то что у вас есть но как бы у нас уже есть определенные разработки они не совсем как бы напрямую связаны с тем что вы делаете поэтому нам нравится ваша технология и все но мы не даем обещания того что она будет по-настоящему использован с гугл получилось более интересно потому что в гугл существует команда которая занимается именно вопросами вот proximity и в принципе скажем так вот вопросами определения местонахождения девайсов ну просто потому что гугл отвечает за андроид и это одна из больших проблем от них то есть я получил предложение как бы мы будем очень рады если ты придешь к нам работать и мы готовы как бы за это заплатить хорошие деньги но мы хотим на эксклюзив райт на всю интеллектуальную собственность которую вы разработали то есть грубо говоря гугл не хочет то есть понимает что в какой-то момент они может быть будут использовать эту технологию но они не хотят чтобы возникал вопрос потенциально каких-то royalties или license payments то есть они хотят заплатить деньги сегодня для того чтобы не платить как бы за использование этих технологий завтра да что меня на тот момент не очень не устраивало и в конечном счете я решил что чем следовать какими-то ограничениями мне гораздо проще просто держать эти патенты при себе и ждать более как бы хорошего момента я могу тебе задать еще миллион вопросов потому что человеку с таким опытом хочется их задавать и сдавать и собственно спасибо тебе уже за то что сделал и меня умнее и мою аудиторию я очень надеюсь да в завершении этого интервью хотелось бы его перевести немного такую философскую нотку может быть в какую-то менторскую отчасти насколько может это позволить это интервью по ощущениям вот кажется да что ты человек с таким хорошей волей да когда ты можешь принимать решения определенные сложные но важные в какой-то момент которые делают твою карьеру лучше это первое что я заметила и второе что мне показалось что ты очень осознанно подходишь к построению своей карьеры можешь ли ты дать какой-то совет как правильно строить свою карьеру как правильно понимать себя чего ты хочешь какие моменты правильно принимать и какие решения какие вопросы нужно себе задавать важно чтобы люди изначально понимали вот чего именно они по-настоящему хотят потому что к сожалению как бы вот в нашем обществе есть какие-то вещи которые люди часто хотят скажем так по умолчанию или они думают что они их хотят то есть если спросить у кого-то кто хочет миллион долларов то все скажут что мы хотим но есть разница между скажем скажем так то что они имеют ввиду на самом деле когда они говорят что они хотят эти деньги это то что вот если бы мне предложили миллион долларов сейчас я бы не отказался это немножко другое чем допустим ты говоришь что ты хочешь миллион долларов тебе дают лопату и говорят вот копай до соцкого канала когда закончишь мы тебе дадим эти деньги так или иначе есть вот какое-то ограниченное время когда ты можешь что-то сделать и тебе надо постоянно принимать какие-то решения то есть ты занимаешься тем или этим или ты выбираешь эту работу или какую-то другую и у всех этих решений есть вот то что называется в экономике opportunity cost то есть когда ты занимаешься чем-то одним ты не занимаешься чем-то другим и поэтому в зависимости от того вот что по-настоящему тебе вот больше всего на данный момент хочется ты так или иначе должен принимать решение и отдавать себе отчет то что вот пока ты занимаешься каким-то проектом или делаешь что-то другое ты скорее всего теряешь тоже где-то чем-то еще и если ты отдаешь себе в этом отчет и по-прежнему считаешь что вот то что ты хочешь сделать это то что ты хочешь сделать по-настоящему тогда наверное оно того стоит главное просто быть как бы честным с самим собой и понимать что какие-то вещи ты так или иначе упустишь но заниматься тем что тебе больше всего интересно или тем чего ты больше всего хочешь в этой жизни не достигнуть чего хочешь ты в дальнейшем говори это очень хороший вопрос то есть я уверен что мой предыдущий стартап не был моим последним стартапом и на самом деле вот из тех вещей над которыми работаю и которые я сейчас вижу наверное самая интересная область это конечно область AI и вот область машинного обучения как бы искусственного интеллекта огромное количество очень интересных задач очень много прогресса но в то же время есть целый ряд больших задач которые до сих пор являются нерешенными эти задачи находятся часто вот где-то между компьютер сайенс математикой может быть даже философией и как бы это что-то что в первую очередь интересно тем что по большому счету когда ты занимаешься решениями этих задач ты понимаешь больше о том как вообще устроен весь этот мир и как устроены мы потому что многим людям кажется что вот человек это уникальное существо и как бы интеллектуальные способности людей это нечто что никак нельзя повторить или улучшить но когда ты смотришь на какие-то из последних разработок и понимаешь то как они работают ты понимаешь лучше как работаешь ты то есть как работают люди как работает мозг человека и почему мы принимаем те или иные решения и это очень интересно потому что по большому счету оно отвечает на вопрос почему вот ты сам хочешь тех или иных результатов или вот когда ты утром встаешь почему тебе нравится солнце за окном почему ты решаешь идти на работу почему тебе интересно отвечать или искать ответы на какие-то интересные вопросы то есть это по большому счету вопросы которые так или иначе движут вот твои жизни и если ты можешь делать какой-то проект который как-то помогает человечеству искать на них ответы но это замечательно спасибо тебе за это интервью за то что расширил кругозоры не только мои но тех людей которые посмотрят очень надеюсь и я тебе желаю конечно исполнения всех твоих планов не сомневаюсь что они без моих пожеланий сбудутся я буду очень стараться спасибо еще раз за интервью да до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...